Здравствуйте! Вы смотрите Медиа-Информ. Как всегда в это время и в этой студии мы говорим о самом дорогом, о наших детях. Но сегодня у нас несколько необычный разговор. Сегодня мы будем говорить о тех проблемах, которые существуют в семье, где есть подросток. А вот поводом для этого разговора послужила премьера, которая состоялась в нашем одесском ТЮЗе под названием «Гамлет-класс». В студии, как всегда, Вера Игоревна, а в гостях у нас сегодня Евгений Бубер, заслуженный деятель искусства Украины и директор Театра юного зрителя нашего города. Вот по ощущениям я, собственно говоря, была подготовленный зритель. Почему у нас сегодня такая тема? Я была подготовленный зритель, когда шла на премьеру. Я знала, что этот спектакль готовится. Я была на одной из репетиций. Я разговаривала, общалась со Светланой Сверко, режиссером-постановщиком и главным режиссером Театра юного зрителя. Я разговаривала с Евгением Бубером. И поэтому я была подготовлена к тому, что я могу увидеть, хотя увидела очень много неожиданного. И первые мои ощущения были, я рассматривала. Ну, как такой зритель, который чуть-чуть что-то уже знает, я рассматривала, какими нитками сшит спектакль. А потом я себя поймала на ощущение абсолютно четком, что всплыли мои воспоминания меня 15-летней. Вот когда вот какое-то становление, когда ты во взрослый мир, когда еще не расставлены приоритеты, когда у тебя какофония в голове некая такая вот существует. И все, и первые любови, и первые предательства, и как к этому относиться, когда ты начинаешь познавать себя, да, и как ты к этому. Ты еще себя тоже, многие вещи в себе не знаешь. А потом я вдруг поймала себя на мысли, что на этот спектакль должны пойти взрослые, те, кто с любовью относятся к своим детям, которым кажется, что они как в танке в наушниках, не видят, не слышат ничего, то есть мимо них проходит информация, чтобы они увидели, что же происходит в головах у этих подростков. Вот, собственно говоря, почему и поводом и послужила, так сказать, эта передача. То есть, вернее, спектакль послужил поводом к этому разговору. Разговор о том, что же происходит в головах у наших подростков, у тех, кто, вот я же говорю, у которых это вот, на примере спектакля Тюза. На примере, да. И плюс к этому, очевидно, почему все-таки Гамлет и Гамлет в 9-м, 8-м, 9-м классе. Гамлет в 8-м, 9-м. Да, по школьной программе. Но для начала, такая маленькая интрига. Я сняла, какой же зритель пришел на премьеру. Смотрим. Мы идем на Гамлета, и я иду вот с Аней, нам посоветовала ее мама. И мы ожидаем, наверное, всего самого такого хорошего, чтобы был спектакль очень интересный. Ну, вот увидим, посмотрим. Да, моя мама очень любит ходить в театр, и у нее есть подруга, которая занимается билетами, поэтому она нам часто дает билеты, чтобы мы ходили. А в ЧЮЗ вы сюда когда приходили последний раз? В ЧЮЗ? А вот мы ходили на спектакль Снона Гришаева, я только не помню, как называется, Варшавская мелодия, да. Было очень интересно. Теперь вы все поняли про любовь? Да. Ребят, во-первых, откуда вы узнали об этом спектакле? А во-вторых, читали ли вы Гамлета? Ну, Гамлета нет, не читали. А вы? Узнали, во-первых, от преподавателя. Преподаватель вам посоветовал? Да. Вы откуда? С Одесского политеха. Одесский политех. Вы Гамлета читали? Немного. Немного. То есть для вас сегодня будет просто все впервые? Да. Посмотреть на актерскую игру. Ну и узнать содержание, в конце концов. Надо узнать, чем у них там закончилось, да? Верно. Я знаю, что вы ходите на все премьеры, Анатолий Иванович, вы вообще театральный у нас человек. Что вы ждете от Гамлета? Вы-то Гамлета уже видели, наверное, не один раз. Ну, от Гамлета в Одессе, еще и в Тюзе, ну, наверное, нечто такое, что сложно даже сказать, что бы я хотел увидеть. Но, учитывая, что в последнее время наш Одесский Тюз все больше и больше нас удивляет своими премьерами, как на малой сцене, так и на основной сцене, я думаю, что это будет достойный спектакль, что у них все получится. Потому что, понимаете, когда смотришь на эту труппу, у которой, ну, глаза горят, и они этого искренне хотят, тогда все получается. Важное желание. Я думаю, что у этого коллектива и с его директором, и с его художественным руководителем это получается и будет получаться и дальше. Единственное, дай Бог, чтобы еще технически все это привели в соответствующие, ну, я думаю, что с нашей новой властью все будет хорошо. Дай Бог. Верия Игоревна, но мы с вами, видимо, потом сядем, отдельная программа будет, потому что это наша с вами тема. Именно по Гамлету, да. Еще в стиле хард-рок, это наша тема. Это наша тема, это разговор с определенными. Молодежи, это тема переходного периода, это очень, для меня это очень интересно. Интересно потому, что это новое видение вот классического, классической драмы в молодежном стиле. Это очень интересно. Вот я сегодня подсниму, как реагирует молодежь, а потом мы пригласим главного режиссера и директора. Да, конечно, я буду очень рада. Ну, всех ожидало в театре увидеть. Вы, Гамлета, почему пришли с нами? А вы знаете, я сам удивляюсь. Вот вы всех ожидали увидеть, а меня нет. Ну, я просто хочу сказать, что пусть люди не удивляются. Я хожу на все премьеры, во все театры. Это моя работа, это мое, так сказать, счастье, что я еще хочу учиться. И я с огромным удовольствием пришел и с нетерпением посмотреть работу коллег. Я в любой театр хожу сначала с удовольствием и с радостью. Потому что я уже иду, я уже люблю спектакль. Я надеюсь, что вот... Мне очень интересно. Я хочу научиться и поучиться тому, чего я не умею. Надеюсь, что сегодня это произойдет. Ну, я так надеюсь, что вы-то Гамлета читали, потому что здесь есть молодые, которые не читали Гамлета. А в подлиннике. В подлиннике. Что ждете от спектакля? Мы ждем игру современных актеров, ждем удовольствия, ждем, как вам сказать, от нашей откровения, от серой обыденности. И все-таки классика, она всегда есть классика. И ждем нового чего-то. Мы стоим сейчас. Зал еще пуст. Еще зрители, вот там они еще на улице. Основной зритель сегодня, сегодня премьера. Я вас поздравляю. В руках замечательная вещь. Вот что это такое перед... Гвоздик. Гвоздик от нашего великолепного, волшебного монтировочного цеха, который возглавляет Владимир Шот. И который у нас волшебники и мушкетеры. И необыкновенные театральные люди. Вот есть такая традиция. Забивается гвоздиком занавес, и режиссер должен этот гвоздик клещами вытаскивать, иначе спектакля не будет. Поэтому у нас очень много... Вот эта традиция, да? Да, да, да. Ой, как здорово. Это просто талисман. Теперь, да, теперь, вот видите, мне даже выукрасили. А я думаю, почему Светлана ходит и какой-то гвоздь держит. Думаю, где-то не хватает в декорациях. Оказывается, это уже вынутая для того, чтобы спектакль пошел. Да. Дай бог. Боитесь сегодняшнего зрителя? Нет, он будет другим. Я предполагаю, что... Ну, сегодня очень много придет театральных людей, я так понимаю. Да, да, да. Нет, ну, мы просто уже, как бы, проверили два дня, и, честно говоря, мы добились своей цели, поэтому будет просто интересно, как воспримет театральная общественность. В любом случае, их мнение для нас будет интересно. Ну что, ни пуху, ни пера. Ну, чёрт. Чёрт, чёрт. Ну, вот смотрите, как интересен срез, так скажем, грубо, да, зрительский. Значит, есть театралы, которые ходят, да, вот Вера Игоревна с мужем. Есть Игорь Равицкий, главный режиссёр украинского театра нашего, да, который ходит учиться, смотрит работы коллег. Есть театральная мама, так скажем, которая за собой привела детей, потому что она ходит в театр и приучает их. И есть молодёжь, которая, собственно говоря, и Гамлет это не читала. Ну, да, ну, во-первых, да, хорошо бы, конечно, прочитать, но это отдельный разговор, наверное, и у вас в программе, как нужно готовиться к походу в театр, что такое культура похода в театр вообще. И насколько важен театр? Безусловно. Но то, что разный сегмент зрителя, это нормально, хотя мы, конечно, делали спектакль, мы не могу сказать, что стопроцентно целевод для молодёжи, но для молодёжи в результате. Понимая, что он, возможно, да нет, он должен быть интересен разному зрителю разных возрастов, потому что темы, поднятые и в пьесе, и в спектакле, они вечны во все времена. Тема выбора, предательство и так далее, и так далее, и так далее. Плюс, безусловно, вы совершенно верно сказали в начале программы, становление подростков в обществе и возможность пропустить через себя разные ситуации и выход из этих ситуаций. Первое столкновение с этими ситуациями. Конечно, конечно, конечно. Поэтому, просто действительно, у нас было два дня, где в основном в зале присутствовали школьники и студенты, потому что театральная общественность, ну, всё понятно, мнения разные. Там мнения совершенно были диаметрально противоположные. И правильно, и правильно. Но те, кто шли посмотреть на Смоктуновского, они его не нашли и не найдут. Это так, предупредить. И вообще, в театре есть пометка 16+. 18+, больше скажу. 18+, хотя мы предполагали аудиторию 15+. Но, наверное, многие педагоги правы. Быть может, мы... Погорячились. Ну, чуть-чуть. Если погорячились, то чуть-чуть. Если вы погорячились в постановке, тогда в 14+, они его читают официально в школе. В 8-м классе. Ну, здесь есть много несостыковок. Хорошо, мы взяли себя в руки и написали 18+. Хорошо. Хотя вы правы. Потому что, если говорить с точки зрения психологической, проблема, которая освещается в вашем спектакле, это проблема 17-18-летнего парня. А то и 19-летнего, да? Собственно говоря, у каждого это проблема в разном возрасте. Проблема парня, который... Нет, который переходит 17-летний рубеж. Вот этот вот. Существует еще, кроме подросткового кризиса, как отдельный момент, кризис 17 лет. Это кризис как раз характерный и очень красиво нарисованный вами и обыгранный вами вот именно в вашем Гамлете. Ну, и любой взрослый человек может попасть в такое явление, как кризис и оказаться перед такими же проблемами. Ну, это уже какой-то опыт, но уже есть какой-то опыт переживания каких-то кризисов. Бывают ситуации, когда взрослый человек настолько обескуражен, настолько теряется, что превращается вот в такого 17-летнего, 19-летнего подростка. Конечно, то есть он... Что такое театр? Театр это катарсис. Как говорил Фрейд, театр это место, где прочищают дымоходы. Это подоплека катарсиса. Поэтому там и проявляются именно те моменты, которые не были проработаны, либо на которых были травмы в подростковом возрасте, в возрасте 17-летнего. В общем, не самый плохой вариант. Да, смотрим первый фрагмент. Вот мы почти подошли к нему. Эй! Мертвый друг в поисканных заспехах! Зачем идешь в сияние луны, а без обратных ночи? И нам тут сам создание! Так страшно потрясающее существо! Загадками не нашла охвата! Зачем, скажи, к чему? Что делать нам? Он манит вас! Как будто хочет поговорить с вами наедине! Но не выходите с ним! Не ходите, принц! А мне чего бояться? Мне жизнь моя ничтожная властью! А чем будет живо и опасно, когда она? Когда она беспертна, как и он! А если он заманит вас, падет? На выступ страшного укиоса во что-нибудь такое там обернется, что вас лишит рассудка! Он мне себя как будто помешал всем! Я пойду! И пусть, девочка! Какая-то в державе на открытии! Я за тобой! Я дух родного твоего отца, на небе срок скитаться осужденный, пока мои земные окаянства не выгорят от лавы. О, если ты вправду любил когда-нибудь отца, отмсти за подлое его убийство! Слушай, Гамлет, объявлено, что спящего в саду меня змея ужалила. Так вот, змея-убийца твоего отца, его король есть. Так вот, я и думал, мой дядя... Какое здесь паденье было, Гамлет! Так слушай же, когда я спал в саду, в мой уголок програлся дядя твой с проклятым соком пилины по пляге и в линк при твору шеи моих настой, чье действие в таком раздоре скроге, что мигом облетает плотно ртуть. Все внутренние переходы тела, створаживая кровь, как молоко, с которой каплю уксуса смешали. Так было и со мной. Сплошной лишай, покрыл мгновенно пакостной и гнойной коростой, как лазали кругом все кожи мне. Так был рукой брата, я лишен во сне короны, жизни королев. Ой, ужас! Ужас, ужас! Отмсти убийцы! А теперь прощай! Прощай, мой сын, и помни обо мне! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, мне жизнь моя ничтожнее булавки. Уход близкого человека, смерть отца, истерика, да, столкнувшись с этой трагедией. Ну, все практически про современного сегодняшнего. Это вот четкие моменты 17-ти кризиса. Посмотрите, мне жизнь моя ничтожнее булавки. Ему безразлична жизнь. И именно это легкое отношение к жизни характерно для 17-летних, 18-летних парней и девушек. А что такое? Я усну, а потом проснусь. Вот в чем суть их жизни и смерти. Смерть – это сон, а я могу проснуться. Кстати, очень часто это замечают у детей, которые пугают суицидом, кстати. И потом, потому что, как психологи говорят, они считают, что это... Я хочу посмотреть, как они отреагируют, а потом уже все будет, как и было. А потом, да. И точно так же, когда все происходит не так, как они разодумали, когда они погибают, так вот получилось. Далее мы с вами видим еще один такой интересный момент. Момент, когда идет соблазнение отцом. Соблазнение и искушение отцом. Отмсти за отца. И реакция какая? Он режет всех вокруг. Ему подают нож, и он кинжалом режет всех вокруг. Но это он режет мысленно. Мысленно, конечно. Он не действует. Конечно. Он же не действует. Он режет мысленно. А что будет дальше? Дальше он останавливается и начинает рефлексировать. То есть он не знает, как ему поступить. Это тоже характерно для этого возраста. Для этого возраста, да. Тоже характерно для этого возраста. Совсем другой Гамлет. Это не Смоктуновский. Совсем. Да, совсем другой Гамлет. Теперь, вот, следующий фрагмент, наверное, напомнит даже какие-то бытовые ситуации с сегодняшнего дня. Как с нами разговаривают иногда. А все мы знаем, что такое. У всех у нас, у троих, я имею в виду, мы проходили с нашими детьми возраст, да, этот. Подростковый, критический. Вот еще один фрагмент, посмотрите. Ребят, покрытый тучами лицо. Да нет, напротив, солнечно, не кстати. Ах, мама! Мой милый Гамлет! Сбрось свой черный цвет. Взгляни, как друг на датского владыку. Нельзя же день за днем потупе взор умершего отца искать во браке. Так создан мир. Что ж, кажется, тогда столь редкостью в тебе твоя беда. Нет, мне не кажется, а то, что есть. И для меня, что кажется, ничтожно. Приятно видеть и похвально Гамлет, который дает тебе горький долг отцу, но мой отец и сам отца утратил у мужчины недостойно этой скорби. Без нас, без сил. Просто стряхни своим печалем нас в душе. Зачисли себе, Рвакс. Что до твоей заботы вернуться к леобщению в Виттенберг, а наш желание нашим в расхождении. Не заставляй мать просить напрасно. Останься здесь. Не езди в Виттенберг. Всецело повинуюсь вам, мадам. Вот кроткий подобающий ответ. Будь в нашей дании нам равным, Гаврид. Пусть в честь ему раздастся гром орудий, когда король наполнит свой покал. Покал! Гаврид. Ох, если б этот грустный куль мясной мог испариться, сгинуть, стать росою, если б ты, судья земли и неба, не запретил греха самоубийства. Вот еще один фрагмент, да, переход, два настроения, ироничный, да, отвечающий все время, да, он все время пребывает, он в форме, он нормально реагирует на все, что происходит со взрослыми, но на самом деле предательство матери тяготеет, да. Здесь он реагирует не так, как хотят взрослые, а когда реагирует так, как хотят взрослые, мы видим иронию, я повинуюсь вам, мадам. Это то, что мы слышим дома очень часто. Но вот мы сейчас обсуждаем, а я думаю, что мы не обращаем внимания на тему окружения. Вел бы он себя так, ну в данном случае Гамлет, вообще каким был бы Гамлет, если бы в его жизни не произошла трагедия? Каким? Он был бы толстым шкалером, так как говорит о нем Гертруде. Он был бы таким же, как его дядя, мама и все остальные. Но он был бы принцем, он наследный принц, и он бы вел себя так, как нужно вести себя наследному принцу, если бы не было этой трагедии. Значит, все равно тема заинтересованности личностная. Конечно, конечно, конечно. Я вам сейчас прочту характеристику Гамлета. А я думаю, что многие родители скажут после этого, что это же про моего ребенка. Характеристика. Этикоинтуитивный экстраверт. Демонстративный. Непринужденность поведения. Кажущаяся искренность. Импульсивные реакции. Потребность в признании и внимании. Необдуманность линии поведения. Жалость к себе и позам ученика. Комплекс пенелопы. Эгоистические устремления. Неудачи. Срывы в отношениях. Раскованность мышления. Богатая фантазия. Пафос. Эмоциональная возбудимость. Театральность. Точнее, брат, не скажешь. Сказал бы классик. Конечно. Точно. И все это в спектакле есть. И в жизни у каждого, где есть в семье подросток. Которые, да, ну, маменькины дети, так сказать, они, может быть, более мягко проходят этот период. Ну, понимаете, в разных семьях этот период проходит по-разному. В некоторых семьях этот период переходит, например, на 25-30-летних. Вот. Я только хотела сказать, что возраст, я поэтому и говорю, что возраст здесь, это не только 17-18. У кого-то это может начинаться раньше, у кого-то это затягивается. И все зависит от того, как простроена семья и какой тип отношений в семье. Если это демократичная семья, где мать и отец принимают ребенка таким, как он есть, и понимают его, понимают, что с ним происходит, то тогда он проходит этот вот кризис нормально, спокойно, но, как мы говорим, прорабатывает. Вера Игоревна, ну, это будет наша с вами следующая программа, когда мы, может быть, расскажем, как это пройти спокойно. Да, хорошо? Как это пройти спокойно. Ну, еще и грань восприятия свободы, как ей воспользоваться. Вот. Как воспользоваться свободой. А вот теперь еще один маленькое отступление. Вера Игоревна, вы прошли с сыновьями этот возраст. Женя, ты тоже с сыном прошел этот возраст, да? Я тоже с дочерью прошла этот возраст. Как вы прошли? Ну, по-разному. Ну, конечно, до таких высот и страстей, слава богу, не доходило. Но то, что возникали проблемы, ну, я считаю, что это нормально. Сейчас ты понимаешь, что это нормально. А тогда это было тяжело? Ну, вот ужас-ужас, как звучало в спектакле. Вера Игоревна, а у вас? Ну, у нас ужаса-ужаса не было, потому что у нас было очень сильное увлечение у обоих. Причем это увлечение было связано с обучением, с учебой, с школой. У них была компания. То, что необходимо 17-18-летнему парню, была компания. То есть группа, с которой он мог идентифицироваться. Но она вас устраивала, эта группа? Когда устраивала, когда нет, но она была. И я ее принимала в своем доме. Любую, да? То есть, которая... Любую. У меня проблема, допустим, ну, как бы вот в моей семье, как себя распределить в этой жизни? Сначала вот в этой маленькой жизни, где есть определенные, ну, цели, задачи и обязанности. Да, это проблема выбора. Вот, как только произошло определение и самоопределение, ну, мы с моим сыном сейчас нам... Я так думаю, что мы замечательные друзья. И мало того, он пошел по твоим стопам. И он, да, и он является актером театра. И он сначала отрицая, да, а потом все-таки... Нет, он никогда не отрицал. Не отрицал? Он вырос в атмосфере театра, и поэтому... За кулисами. Да, это было предназначено. Он в этом выворился. Да, да, да. Ну, вот теперь мы посмотрим еще один фрагмент. Вот, наверное, он точнее всего... Я не раскрывала многие... Не покажу многие фрагменты, чтобы, ну, интрига была сохранена, так скажем. Потому что там очень много напридумано разного. Но поскольку спектакль позиционировался как спектакль, в котором много пластики, хардкор, многоязычие, ритм, безумная скорость, смена действий, образов и так далее, и так далее. То есть это такая насыщенная махина. И, кстати, в этом фрагменте как раз и будет у нас Михаил Бубер. Ну, я прошу прощения, секунду. Но, если почитать самого Гамлета, он так и простроен. Это характеристика того времени, того века. Он очень был быстротечен, быстрый. Потому что исторически он был таким. Это было раннее возрождение. И вот эта вот быстротая сумбурность. Вы просто поймали именно того, того Шекспира. 400 летнего назад. Не классического нынешнего. Потому что как же можно было играть такой спектакль безбыстрого. Не Смоктуновского и не Высоцкого. Эти раздумья тогда бы не поймались. Тогда, когда были бои, медвежьи бои. И когда играл «Глобус» этот спектакль на правобережье Темзы. С проститутками, извините. И с трактирчиками. Это, наверное, не мы. Это, наверное, просто страх сегодняшнего времени. Проектовал какие-то свои нюансы. То есть мы тоже в таком же времени. Мы тоже в таком же времени. Смотрим про это. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ ПЕСНЯ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мишки на корабле! Прощай, сестра. А Гамлетов ухаживания здоров. Он первый принц. Он не имеет воли. Он раб происхождения своего. Не может он, как мы, простые люди, избрать подругу по сердцу себе. Страшись, сестра! Ирина, страшись! Осерегай себя как огня в лечении. На выстрелах взаимности беги. Урок прекрасный. Бат! Милюбый брат. Сам достичь о греха не окажись. Что погрязнело? А что это? Обо мне не бойся. А-а-а! 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 Кстати, одна из замечательных придумок нашей удивительной Светланы Игриной Саверко, главной режиссера театра и постановщика спектакля «Гамлет класс». то, что няня у нас вот вдруг она... А почему вот она придумала такую няню? Это что она сюда? Что она хотела этим привнести? Ну, это нужно спросить, во-первых, у нее. Во-вторых, слушайте, а почему няня не могла быть украинкой? Ну, послушайте. Могла совершенно. В Альсиноре она могла быть украинкой. А кем угодно? Ну, просто вот именно в этой всей истории вот эта ширесть души, конечно, вот эта доброта, тепло, зла, да, добробуд. Вот в ней смешно все. Мало того, полное непонимание, так сказать, о чем они говорят, но поддакивание, да? И замечательная сцена не было видно. Это же встреча двух брата и сестры, молодых тоже людей, да? Ну, прощание, да. Брат как бы поучает. И что находит она у него? Это вот тоже элемент времени, да? Она же находит у него презервативы. Вот у него презервативы. Он на учебу с... Обо мне, не беспокойся, я в Париж еду с защитой. Это тоже варианты на тему 17-летнего кризиса. Потому что 17-летних очень интересуют варианты секса. Очень интересуют. Или секса, как правильно? Секса. Секса. Нет, на самом деле, тема эпатажности. Сейчас зритель посмотрит и поймет, что мы, в общем, поставили спектакль только для того, чтобы вот внести некую эпатажность. Совсем нет. Это не было самоцелью. Если бы это было самоцелью, тогда бы не было нашего сегодняшнего разговора. Просто присутствуют узнаваемые именно для поведенческой модели подростка вещи, которые существуют. И там эта вся история тоже... И для родителей, извините, это очень большое... Это ужас-ужас. А для них это норма. Нет, но родители при этом... Слушайте, это хорошая норма, на самом деле. Ужас-ужас, но они должны об этом знать. И не закрывать. Но родители об этом знают, но они этого боятся. И не только боятся, но еще и возмущаются. Как так это может быть? Такого не может быть никогда. С моим ребенком. Он еще слишком маленький для этого. Эка мы сегодня копаем-то. Нет, но это правда. Это так, как оно есть на самом деле. Мы можем и копать, мы можем и не выкапывать. Но то, что выкапывается, то и выкапывается. На самом деле, это вещи, которые лежат на поверхности. Об этом все должны знать и знают. Это естественно. И это то, о чем говорит Шекспир в своем старом дырявом Гамлете. Замечательная драматурка. Замечательная драматурка. Четыре столетия, все играют, никак наиграть не могут. Доиграться не могут. И вот еще одна сцена. Наверное, вот, я же говорю, мне хочется как можно больше показать, насколько разнообразно в спектакле представлена вот вся вот эта вот жизнь внутренняя и внешняя жизнь вот этого подростка. И вот еще одна сцена, она знаменитая, в общем-то, сцена с Флейдой. Вот Флейд. В театре она решена гениально. Сыграйте, что ли? Сыграйте. Да я прошу вас. А вы? Сыграйте. Сыграйте, прошу вас. Попробуйте. Я не знаю. Я просто не знаю, как за это взяться. А это так просто, как лгать. Перебирайте пальцами отверстие, вдувайте ртом воздух, и с нее польется выразительнейшая музыка. Видите? Вот клапан. Сыграйте. Ну? Сыграйте. А вы? Сыграйте. Я прошу вас попробовать. Ну? Уверяю, сэр. Я не учился. Сыграйте. 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 Смотрите же, с какой грязь вы меня смешали. Вы собираетесь играть на мне. Вы, приписьте, вынесли все названия знания моих папок. А в этой маленькой учительке, которая на ровно приспособлена мне игры, много музыки. Однако вы не можете заставить ее петь. Что же вы думаете, я хуже флейты? Убейте меня каким угодно. Вы можете расстроить меня, но играть на нее нельзя. Знаменитая сцена с флейтой. По-моему, здесь она в театре действительно совершенно замечательная. И неожиданно, когда вдруг... Здесь совпали звезды. И режиссер Светлана Сверкова, и сынограф Дарья Мухина, и все наши службы. И главный администратор театра Илона Любарская, которая на самом деле удивительный музыкант. И вот как-то вот мы все оказались в одном месте. И родилась эта сцена. Это говорит о сиюминутности придумывания спектакля. А это, наверное, самое интересное, что может быть. Это то самое творчество, в которое вы пытаетесь вовлечь своего зрителя. Потому что работа со зрителем идет через зал очень много. Есть актеры, которые выходят через зал. То есть зал, в общем, ну как бы вовлечен. Зрительный зал вовлечен. Зритель должен быть сопричастен, безусловно. Да, ну и верещат они тоже замечательно, когда, я не рассказываю, опять-таки не раскрываю всех. Верещат они замечательно, когда они видят вот эти вот знаки сегодняшнего времени, то, что сегодня совпадает вдруг в Гамлете и сегодняшнее время возникает. Но они правильно реагируют. Я могу сказать так, правильно реагируют. Так вот я же говорю, родители должны пойти посмотреть, как дети реагируют, на что они реагируют. Какая реагация? Может быть родители могут прийти без детей, а детям может быть хорошо. На чужих детей посмотрят. На чужих, да. Может быть, не надо. Вот на этот спектакль я бы, не знаю, Вера Игоревна... Не собирал семьи. Нет, я бы не... Да, вот это не спектакль для семейного просмотра. Родители должны посмотреть в одно время, а дети должны посмотреть в другое время. И потом, встретившись на кухне, заняться обсуждением. Я бы рекомендовал так. Не знаю, может, это что-то неправильно. Нет, так правильно, потому что дети этого возраста должны смотреть это в своем обществе. Чтобы все минутные реакции не были как-то смазаны давлением родителей. И чтобы не было потом скандалов о том, что он не так себя вел в театре. Правильно. Смотрим следующий фрагмент. Он мне тоже кажется показательным, потому что это монолог короля. Замечательное исполнение Виктора Раду. И реакция Гамлета. Вот опять-таки мы все равно возвращаемся к тому, что мы отслеживаем реакцию подростка. Смотрим. Что делала бы благость без злодейств? Зачем бы нужно было милосердие? Я пал, чтобы встать. Такими словами молиться тут. Прости убийство мне! Так, друзья, я не вернул добычу. При мне все то, зачем я убивал. Моя корона, тройка и королева. За что прощать того, кто тверд в грехе? У нас нередкость, правда, что преступник подростка пальцем золотых персенях, способенную судьей деляйте с вода. Судьей деляйте с вода. Учение. Гниди же колени. Глитись! Стальная грудь. Смягчись, как грудь ребенка. Все поправимо, да? О, baby, well. Он молится. Какой удобный миг. Удар мечом, он взовьется к небу, вот возмездие. Так. Разберем. У моего отца лежать в жизни. А в наказание я убийцу шлю в небесный рай. Да это ведь награды, а не мщение. Отец погиб с растутым животом. Весь спучившись, как май от грешных соков. Ох, весь какой еще за это спрос. Ну, по всему, наверное, немалый. Нет, нет, нет. Назад мой меч до более страшной встречи. Когда он будет в гневе или пьяным. В объятиях сна или нечистых девок. За картерами. С проклятием на устах, в помыслах о новом зле. С размахом. Руби его! Чтоб он свалился в ад. А то не вверх, и черная коробка. Слова парят. От чувства книзу кнут. Но слов без чувств вверху не пристают. Вот пока шел этот фрагмент, у нас даже была маленькая дискуссия. Почему же все-таки Гамлет не убивает, хотя подходящий случай, короля? Ну, потому что 17-летний парень, во-первых, нерешительный. Во-вторых, Гамлет – это рефлексирующий герой. В-третьих, он настоящий наследный принц. Он не дядя. Он настоящий наследный принц. Он должен властвовать в Дании. Да, и он должен быть королем в законе. Поэтому он должен иметь доказательства. А еще доказательств нет. Мышеловки еще не было. Ну, вот такая вариация, да? Я себе представила, что почему-то, что вот он боится, просто ему страшно. Просто элементарно ему страшно. Вот это сделать, одно дело. Не согласен. Я думаю, что ему не страшно. Не страшно. Он действительно хочет докопаться. Ему нужны детали. Ему нужны нюансы. Он уже, он себя внутренне возбудил. И эту игру вот просто так прервать, я думаю, ему не очень интересно. Он хочет разлагать весь клубок. Он уже вошел в штопор. Он уже себя завел. Еще впереди быть или не быть. Ну, теперь возвращаемся опять к нашим зрителям. Мы говорим о том, что вот идите, посмотрите и попробуйте для себя понять, что происходит в голове вашего ребенка, что происходило в этот момент в голове. То есть есть о чем думать. Недаром во время спектакля есть маленький сюрприз, когда со второго этажа, да, практически, слетают такие маленькие записочки, такие записочки-смсочки, где написано «Думай, Гамлет», подписано «Гамлет». То есть спектакль, который нацелен на то, чтобы пробудить желание разгадывать, думать, анализировать, сопоставлять. Что еще? Я не знаю, какие глаголы сюда еще можно набросать. Ну, делать и действовать. И действовать. Ну, теперь посмотрим финал, что же происходило в театре в финале, и что же сказали зрители первые, кого я успела подхватить. Светы от администрации театра. Ну что, вот впечатление. Вы только-только вышли после «Гамлета». Нам понравилось, было очень интересно. Вообще, мы думали, что мы на классический «Гамлет» придем. А вы читали «Гамлет»? Нет, еще будем учить в 10-м классе. Ну и как? Теперь будет интересно читать «Гамлета»? Да, наверное. Что понравилось больше всего? Кончита. Да, Кончита больше всего понравилась. Но мы не ожидали, это было неожиданно. Да, это было неожиданно. Прикольно. Да. Не забываемые теперь впечатления, которых не ожидал. И все время, которое длился спектакль, это было такое впечатление, что мы присутствуем на сцене. И я уже, так сказать, не юная девушка, но то, что это была современная такая постановка, мне очень понравилось. Скажите, вы посоветуете молодым людям? Советую. Мы только об этом и говорили, что мы посоветуем всем, нашим друзьям обязательно. Дочка моя вот уже второй раз на этой неделе. А, вы на второй раз. Идите сюда, расскажите же. Мы в начале, вы и сейчас расскажите. Да, очень интересно. И действительно, на сцене до такой степени много всяких постановок, что вот я пришла второй раз, я следила за абсолютно другими людьми, и все, еще надо, наверное, пойти третий. Потому что как-то из трех частей все состояло, и здесь я следила за одной композицией, и в прошлый раз за другой, и еще все не следила. Особенно, когда игра, когда они выбегают в зал, это потрясающе, когда игра со зрителями, это достойно. То есть вы будете советовать? Да, конечно, конечно. Ну, вот видите, вы люди, в общем, близкого поколения, но все-таки есть разница в поколении. И вам, я смотрю, глаза учатся. Да, очень понравилось. Ну, вот такой замечательный был зритель на премьере. Приятно. Наша программа подходит к концу. Давайте как-то подытожим быстренько, да, вот все, что мы сегодня попытались проговорить. Каждый со своей точки зрения, да? Давайте. Нет, давайте, Вера Игоревна. Давайте, Вера Игоревна, да. Любите своих детей, любите их в любом возрасте, в любом их состоянии, потому что вы им необходимы всегда. И ваша любовь необходима их даже тогда, когда они бросаются на вас в 17 лет. Продолжаем мысль, Вера Игоревна. Чем хуже внутренне подросток себя чувствует, тем отвратительнее себя ведет. Чем хуже о себе думает, тем проблемнее у него поведение. И к подростковому возрасту надо подходить с очень хорошей подушкой запаса прочности отношений. Спасибо огромное. Мне было, я не знаю, как зритель, мне было очень интересно. Я понимаю, что мы только, если у нас была возможность, мы продолжали и продолжали. Я могу только сказать... Мы сейчас за кадром продолжаем. Да, зрителям огромное спасибо. Тем, кто уже посмотрел спектакль, тем, кому спектакль понравился, и тем, кому спектакль не понравился. Это тоже верно. Просто, чтобы о нем более подробно можно было поговорить с своим подростком, нужно прийти 4 и 25 декабря в 18.30 в Одесский ТЮЗ, где вас ждет замечательная, талантливая команда артистов и всех-всех-всех представителей коллектива нашего театра. Посмотреть, а дальше будем спорить, дискутировать. Дискуссия, наверное, дойдем до истины, хотя таких моментов я не помню. Но стремиться к ней нужно. Поговорим, приходите. Так что 4 и 25 декабря. Театр юного зрителя. Спасибо, что были с нами. А мы встретимся в следующей пятницу.